Это у нас столовая. Мы здесь кушаем. Привозят нам те же самые дольщики. Инвалид первой группы Наталья Хайдарова горячий кофе пьет в полевых условиях. Подарок сына, своя, а не съемная квартира, существует только на бумаге. Ее дом на Грунтовой 28 на протяжении многих лет остается на стадии котлована. Плюс тяжким бременем стали кредиты и ежемесячные платы за аренду жилья. Наталья Викторовна вместе с другими дольщиками решила привлечь внимание к своей проблеме. На площади революции красноярцы раскинули палаточный лагерь. Вот у нас продавали квартиры, привозя всех в этот дом 17-этажный, который строится. А на самом деле нам объясняли, что вот этот дом. А на самом деле продавали в вторую очередь, который в яме. И когда узнают люди, что они там, некоторым было плохо, некоторым вообще до сих пор плохо. Потому что люди не знают, что делать. И я там же оказалась в этой яме. В неприспособленных жилищах даже с газовыми плитами по ночам холодно. Но протестующие продолжают дежурить в лагере. У нас была договоренность о консолидации и о синхронизации всех движений надзорных органов, правоохранительных органов и органов власти по решению наших проблем. По законодательной инициативе была рассмотрена. Мы не будем собирать городок до того момента, когда эти договоренности не обретут свою результативность, либо какую-то законную силу. На этой неделе закон о помощи дольщикам планируют рассмотреть на заседании профильного комитета в законодательном собрании края. Горожане, которые теперь дежурят в палатках, тоже внесли свои предложения. Ведь у каждого долгостроя свои особенности. Депутаты будут искать возможности, чтобы помочь пострадавшим и принять в расчет бюджетные возможности. По предварительным данным, на эти цели потребуется порядка 5-6 миллиардов рублей. Я думаю, что мы найдем возможность помочь целевым образом тем людям, которые остались вообще без жилья, у которых недостаточно средств для того, чтобы оплачивать сейчас текущую ипотеку. И, возможно, мы сможем найти способ для достройки тех проектов, которые сейчас заморожены. Это было бы, конечно, идеально, но цена вопроса может оказаться слишком большой для бюджета Красноярского края. В крае заморожены около 30 строек. Без жилья остались более 500 граждан. На одной из палаток адреса куда-то и не въехали новоселы. Обманутые дольщики подготовили свои требования. Если петицию примут, красноярцы свернут в палаточный лагерь. Валя Шарыпова, Сергей Камашев. Новости.